Типа гулять, а там лошади гуляют около нас. Она бедная побежит, посмотрит. Нет, никак не... Хотела побежать до Арины. Боится лошадей. Там и жеребята, и все. Настя с Алиной уехали в Слабинск. Настя вроде на ногти собиралась, и уехала. А Антон пока на улице. К нему вчера друг приехал, они вместе служили. Они там ночевали у отца в комнате вдвоем. Вчера купались вечером. И Антон, и его друг, и даже Санек. На текст не лазил, конечно. Ну, молодежь там. Алина не захотела. Алина у нас так и просидела дома, не захотела даже выходить. Так, сегодня готовить я не буду. Мы позавтракали, посуду уже убрали. У меня есть суп, макароны, котлеты, шашлыки со вчера остались. Посмотрю, может быть, кашу рисовую только приготовлю, и все. Полотенца, купальники я стираю каждый день. Ну, не могу, девчонки там, ну, вчера даже и парни там тоже все, они этими полотенцами пользовались. Я сразу в стирку. Все сразу в стирку. Короче, вот так. Тома! Том, иди сюда! Я вчера еще хотела. Не было времени. Посмотри. Вот это вот тебе Лола прислала в подарок. Ну-ка, открой. Лола, которая присылала Саше юбочку, Томе футболку, но она подошла Саше, а другая футболка подошла Софии. Нет, Юб, нет. А, ну, тебе, Саше кофточку. Бомбер ей. Да, да, бомбер. И она сказала, что для Тома я отдельно тогда закажу. И вот мы вчера получили. Вот такие браслетики. У Тома у нас модница любит. Ой, какие красивые. Вот такие носочки. Нет, это Матвею дарили вчера, просто лежит в куче. А, это на четверых браслеты, мам. О, вам как раз на четверых. Вот он, вам тут на четверых как раз. Мать подруг. Да, вот здесь, не тут. Принесите ножницы. На просто кладки. Вот, ну, а тут, смотрите, смотри. А, все уже. Да, блин, я только собиралась. Не надо, вот такие белые. Ой, какие шорты, Томи будут в самый раз. Вот надо беречь. Катюша нам еще дарила абонемент. Надо съездить, не знаю когда. Что за абонемент какой-то? Это просто кладки? Ага, а куда нам дарила-то, папка? Ой. Дельфинарию или аквапарк, не помню. Такую корточку. Это для троих тут, мам. Ага, ну-ка померяй. У Томы как раз, я все, что у нее было, я все в деревню отправила, в пасечное. Племянница Оли, у нее девочка Саша, кто нас давно смотрит, знает, что Саша на два года младше Томы. Ну, я думаю, она тоже там маленькая, ростика. Я все Томина ей отправила. О, какая красивая. И тебе хорошо, но долго хватит. Том, вот тебе Арине не знала, Арине тебе. Все, Лола, спасибо вам большое. Спасибо большое. Угу, такие хорошие подарки для Томы. Вот Тома уже померила. Кофточку немножко подними. Ой, как хорошо, да. С розовым красиво. Угу, красиво. Сейчас вышло два видео. Хочу сразу сказать. Утром видео было, комментарии под первым видео были закрыты. Я открыла. Потом они опять закрыли, я опять открыла. Когда вышло второе видео, я ее сама лично закрыла там в комментарии. Начали писать под первым видео. Самки богомола и все такое. Мне вот интересно. Не буду говорить, сколько тысяч добровольцев пошло. Вы также подходите, да, к своим знакомым. Там, я думаю, у многих родственники тоже пошли. И тоже говорите на их родных. Вы самки богомола и сами туда отправляете. И все такое. Начали там писать, типа, Антон там глаза закатил. На самом деле, это его решение. К ним приезжал брат Антона. Ну, мы это не показывали, даже не говорили. Он приезжал буквально после свадьбы. Там дня через три после свадьбы, наверное, он приезжал в гости к Антону. Я не знаю, с чего он решил это сам. Я знаю, что когда он пришел из армии, он был категорически против, что нет, нет, нет. Ну, со временем он потом говорит, что почти все, с кем он служил, они все ушли. И я его мотивы на самом деле не знаю. Мы, ну, как-то я не расспрашиваю там все. Они мне сказали. Я не знаю, почему все зрители думают, что чтобы дети не решили, это все мое мнение. Это все я им лично навязываю. Ой, кто меня спрашивать будет на самом деле? Как Настя сегодня показывает мне собаку. Я хочу купить собаку. Я говорю, дочь, ты с ума сошла? У тебя дети маленькие. За ними-то тоже смотреть тяжело как. Ой, мама, отстань. Я решила, я куплю. Я говорю, подожди, ну пусть хотя бы Дима насовсем вернется. Тогда покупайте вы эту собаку. Она там какую-то маленькую, такую лохматую, такую прям вообще. Я говорю, ты представляешь, что ее надо постоянно мыть, постоянно чесать. Тем более в квартире. Ай, все, отстань. Вот и весь разговор. Вот и мое мнение. Кто меня слушает? Ну, единственное, надеюсь, послушается и купит эту собаку, когда уже Дима насовсем вернется. Вот. И так же сама с Антоном. Мы там никакого влияния вообще не имеем с Алиной и с Антоном. Они сами между собой там что-то договариваются. И хочу сказать. Антон, на самом деле, он очень хороший сын. Он каждый день созванивается с отцом, каждый день с мамой. Вот они могли бы на него повлиять. Но никак не я и никак не Вася. Поэтому меня обвинять в том, что это я что-то там напридумывала и куда-то там его отправила, это совсем не так. По поводу комментариев. Да. Комментарии закрывает YouTube. Он закрывает, я открываю. Он закрывает, я открываю. Но больше я этого делать не буду. В смысле открывать. Потому что я боюсь, что они терпят-терпят YouTube. И может случиться так, что они скажут, ты достала. И мы вообще тебе канал прикроем. Во-первых. Во-вторых. Раз такое, ну как бы у нас получилось. Это 100% начнут писать всякую фигню. На Диму, на Антона и все такое. Поэтому комментарии у нас теперь уже, я уже и сама не дожидаюсь YouTube, я буду закрывать. Останетесь нас смотреть. Спасибо вам большое. Нет? Ну, значит так и надо. Потому что, я думаю, дальше будет только хуже. Я не знаю, почему именно вот из-за того, что мальчишки сейчас там, такой негатив. Вот считают и считают эти деньги. И без конца. Сколько мы тратим. Сколько мы покупаем. Куда мы на самом деле там ездим. Зачем мы это все берем. И все такое. Еще пишут, что вы очень поменялись. Ну, что дети были такие, сейчас сякие. Ну, как может человек поменяться? Ну, никак человек не может поменяться. Единственное, что я стала старее, а дети выросли. Конечно, немножко другие мы становимся. У меня больше усталости, у меня больше нервов уходит на жизнь и на все остальное. Ну, я не думаю, что мы прям поменялись. Какие были, такие и остались. Единственное, что первые годы мы, когда в Тюхтите жили, да, не было у нас такой возможности там куда-то выезжать, какие-то аквапарки, на море там часто. Это была моя мечта, а потом Ютуб начал более-менее платить, мы поехали. А сейчас, не знаю, почему такое мнение, что мы зажрались, что мы открылись с какой-то плохой стороны. Не знаю, на самом деле ничего в нас не поменялось. Единственное, что да, я постарела, дети выросли. И эти все изменения на самом деле. Еще некоторые, конечно, изменения у нас происходят, но мы не договариваем, ничего стараемся не говорить, потому что не хочется просто-напросто вот этого негатива. Придет время, сами все узнаете. Поэтому, кто останется после полностью закрытия комментариев, я уже все, я уже больше открывать не буду. Спасибо вам за поддержку, за добрые слова. Ну, теперь вот так, комментарии я открывать не буду. Матвейка играется. У Софии китанцы, Настя собирается, они решили ехать домой. Ну, завтра обратно. Завтра обратно? Доча? Не знаю, как сделать. Софийка не хочет ехать. В смысле, что она не хочет там оставаться, просится обратно, чтобы привезла. А на танцы-то хочет? На танцы хочешь? В смысле нет. А еще не хочет. Ой, они так долго сегодня купались. На танцы надо съездить. Я не стала снимать, потому что Тонка там вообще в одних плавках купалась. А остальные, правда, в этих купальниках. Так, девчонки. Девчонки собираются на танцы. Сейчас отец их повезет. А мы с Тома, наверное, вещи перемерим, да, Том? Да. Девчонки покупались, душ приняли. Они каждый день теперь душ принимают. Раньше хоть через день. Ну, в смысле, что прям голову моют. О, вы что туда поставили этот? Горку. Горку? Короче, не знаю, решают все. Если Настя сегодня домой уезжает, Алинка с Антоном тоже поедет домой. Если Настя останутся, то они тоже останутся. Короче, не знаю. Все думают, решают, что и как поступить. Где нормальные носки все, а? Вот тут. Дарине на платье она так не померилась. Да там у них все без резинки какие-то. Нормальные носки. Мам, мам, вот ты ж покупала. Это носки? Не знаю, жабские вроде. Ну, открой их, померь, нормально. Ты там босиком танцуешь. Носкам капец придет сразу. Надо черные одевать. Мы не можем ей купить эти балетки. Нету. Саша-то себе купила. Ну, а Женя нет. Да, если ты кроватки смотрите. Да я хочу попробовать. Смотри, на море поедем, там кроватку попросить в оке. Если вам нормально, я хочу кроватку купить. Потому что пацан пусть сразу отдельно сидит. Может, кто посмотрит, тоже переляжет. Ну, что-то я сильно сомневаюсь. Ну, сомневаюсь я тоже, конечно. Но попробовать можно. Потом, глядишь по наследству, кому-нибудь достанется. Если что. Чего, ее разобрал, да пусть стоит. Ну. Так-то вообще прикольно вот приставная. А есть прям именно... Happy Baby, да? Она 30. Ну, она дорогая очень. Просто можно взять точно такую же, но не Happy Baby. И будет она стоить 10. Да, 30. Да. Есть вообще вот, 5 тысяч. Вот она... Ну, а чем она хуже? Только что она не трансформер, она не растет. За 12 трансформер купит. А это просто как обычно, только, видишь, борта полностью опускаются. Вот. Кровати поставила, и все. Ну, посмотрим. Меня как бы не напрягает, что они пока все спят со мной, я же лизненько. Короче, отец увез девчонок на танцы, а София выплакала. Не захотела ехать. Я, говорит, устала. О, видишь, как классно. Ну, да, да. А тебе куда там в комнате вашей ставить? Вот так и поставлю, прям где. Ну, вот так же поперек шесты. Вот так и поставлю, где. Ну, все, он спать хочет. Его надо спать ложить. Саша пришла в танцы, легла спать. Говорит, голова болит. Мне не надо ходить на танцы. Ну, зачем она? Так она прям, я пойду, я пойду, я буду ходить. Она еще вчера, по-моему, уже говорила, что у нее это. Ну, сейчас вот пришла в танцы. Во-первых, такая жара. Я не знаю, там есть кондиционеры, нет? Да нет, конечно. Ей не надо ходить. Вот сейчас выспится, а потом что ночью будет делать? Сейчас поговорю с ним. Чтобы не ходила. Тебе не жирно целую шоколадку? Ну-ка, посмотри на меня. А тебе не жирно, скажем? Ты не лопнешь, деточка? Вон, Женька, как огурчик в танцы пришла. В том этап тебе. Это просто босиком, потом в дом пойдет. Как вы мои тапки делаете, ты, Настя? А потому что не таскаете мои обувь. В ту сторону. Я там вообще не хожу. Я там не могу ходить. Вдушно. Во-первых, там жара страшная. Во-вторых, там эти ступеньки неудобные. Там плитка, она скользкая. Я вообще туда не хожу. Никакой свежести даже дома. Кондиционеры работают. Маленько метр отошел от кондиционеров. Потому что еще народу в доме много. Все дышат. А что, а мне дышать? Да. Настя, ты больше всех дышишь. Что ж, мамка, у тебя больше всех дышит. Мама, иди. Нет, я не хочу. Мама, иди. Легче. А я чем дышу? Мама, иди. Мама, иди. Мама, иди. Мама, иди. Мама, иди. Начинай, какой у Дарины сегодня экзамен будет? Информатчика. Она на 4 лет. Молодец. Ну, уже второй экзамен на 4. Тиматика, информатика. А ты что жадничаешь? У нее завтра нет консультации, но завтра они где-то уступают. Скорее всего, завтра надо будет ее забрать. В следующий день. Мы в понедельник делаем ее сами. Угу. Вот она, вряд ли, у них будет консультация. Я бы домой приехала. Я на площадку бегаю. Танец какой-то у них. Жень, какая у тебя нога огромная. Мам, то меня вай. Сейчас меня вай. Почему? Саша спит. Почему нельзя им давать? А мы все. Это что, все тебе? Да. И Зене. У тебя одно место слипнется. Угу. У меня уйдет сюда. Уже до сюда? Вот так. Так попа слипнется потом. Угу. Знаешь такое? Я не буду больше есть. Ну, правильно. Не надо больше есть. И не ем. Бабушка держит жарко ему от моих рук. Угу. Свет. Дай я сюда. Что ты выкинула? Вкусная слива. Слива уже все, зреет совсем. Немножко осталось и уже будет полностью готово. Насыпается правда. Я сейчас только одну съела, а Софийка плюнула. Маленькие, они быстро созревают. Смотрите сколько. В прошлом году не было, можно сказать. Маленькие. Маленькие. Там не наступай. Сейчас бы вся грязная. Вижу там слива падает. Ее топчет. Ну видишь нога грязная. Маленькие и перелись. Угу. Им. Угу. Угу. малину посмотрим игрушки нынче много. Шуха вообще мало было. Видите сколько? Год на год не приходится. Это яблоко. Мой ветер поднимается. Нас завтра 28 обещают, хоть немножко передохнем. Ну, еще есть маленькая. Немножко, правда, но есть. Ладно, дорогие мои. Половина на улице. Прохлады там тоже не ощущается, хотя ветерочки есть. Саше я категоричным голосом сказала, больше на танцы она ходить не будет, потому что это не дело. Такие головные боли. Ну, Женя, надеюсь, будет ходить. Все, дорогие мои, день прошел. Всем пока. Всем до завтра.